Группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе в России, в четверг опубликовала видеообращение одного из террористов, напавших на церковь несколькими днями ранее. В нём предположительно 19-летний Абдель Малик Набиль Пятижан угрожает президенту и премьер-министру Франции, а также призывает всех мусульман разрушить эту страну. По данным полиции, этот человек – уроженец городка на востоке Франции на границе с Германией. Второму нападавшему тоже было 19 лет. Это Адель Кирмиш из Нормандии. Оба находились под наблюдением у полиции после попыток перебраться в Сирию. Напомним, около 10 утра во вторник двое вооружённых людей ворвались в здание церкви в нормандском городке Сент-Этьен-Дюрувре во время мессы и захватили заложников – настоятеля нескольких монахинь и прихожан. 85-летний священник был убит, один из прихожан тяжёлоранен. Обоих нападавших застрелил прибывший на место спецназ. Позже ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ. В четверг жители Сент-Этьен-Дюрувре, включая мэра города, собрались, чтобы почтить память жестоко убитого священника. «Это дань уважения Жаку Амелю. Как сказали мне утром его скорбящие родственники, пусть о нём помнят, как о символе необходимости говорить и делать друг другу добро, быть друг другу братьями». Траурную церемонию посетили как католики, так и мусульмане. «У меня только два слова – солидарность и дружба. Я знала этого священника. Я иногда приходила помолиться в его церковь, хотя я и мусульманка. Вблизи моего дома нет мечети, поэтому я приходила сюда. Это божья обитель, она принадлежит только Богу. Молиться мы можем где угодно». Важно быть здесь, чтобы продемонстрировать солидарность местного сообщества, а также спросить у себя, почему наши дети так заблуждаются вплоть до того, что совершают самоубийство таким ужасным образом, что ими движет. Наверное, что-то не так. Почему наша молодёжь потеряла надежду? Думаю, за этим стоят больше социальные и экономические причины, чем религиозные». Ранняя церемония в память о погибшем священнике также прошла в соборе Парижской Богоматери. Её посетил президент страны Франсуа Оланд.